Приветствую всех, друзья! Сегодня будем рассматривать одну интересную группу необычных настольных универсальных станков минувшего столетия, произведенных на территориях СССР. Итак, начнем с одним из весьма известных станков Универсал-1, разработанный Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков в 60-е годы. Универсальность данного станка состоит в возможности крепления передней бабки станка в вертикальной положении при помощи специальной стойки, которая крепилась к станению вместо шпиндельной бабки. Таким образом, достигалась возможность проведения фрезерных, шлифовальных, а благодаря рукоятке для перемещения дильзы в отверстия шпиндельной бабки и сверлильных работ. Также для этих целей вместо резцедержателя крепились тиски. Кроме этого, для обработки более мягких материалов в комплекте были лобзиковые приспособления, распиловочные, заточное. Направляющие данного станка состояли из двух круглых шлифованных прутков и закрепленных станений. Посередине находился винт продольной подачи. Из-за малых размеров, а именно 480х318х216, рукоятка продольной подачи была выведена на правый бок. Станок весил 14 кг, был оснащен двигателем на 120 Вт, РМЦ-150 и наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 100 мм над станиной и 50 мм над суппортом. Через несколько лет, а именно в 1968 году, Московский станкостроительный завод «Станкоконструкция», а также Владимирский завод прецензионного оборудования, начинает производство более усовершенственного станка «Универсал-2». На первый взгляд можно заметить чуть большие габариты 665х352х227, а также появление на передней поверхности шпиндельной бабки шкалы с градусами, что дает возможность наклонения на определенный угол вертикальной головки в фрезерном исполнении. Также весьма важные изменения в конструкции это появление гитары и возможность нарезания метрических резьб шагом от 1,25 до 2 мм, РМЦ-180, максимальный диаметр заготовки 125 мм и 60 над суппортом. При всем этом станок, конечно же, стал тяжелее и весил 38 кг. Двигатель на 250 Вт. Все остальные возможности остались те же, как и у младшего собрата. Во второй половине 80-х годов на тех же заводах появляется станок «Универсал-3» или «Т-Ш-3». Отличался от младших версий как внешне, так и конструктивно. Например, направляющая была уже одна, но массивная и тоже круглая. Появляется рычаг изменения направления вращения шпинделя. Однако при этом станок потерял возможность отсоединения передней бабки и вращения ее вокруг своей оси. Фрезерные работы проводились при помощи специальных фрезерным приспособлением, которое крепилось к суппорту вместо резцедержателя, а на ней уже крепились тиски. Более сложная гитара давала возможность нарезания резьбы с шагом до 2,5 мм. Увеличились и размеры 675 на 410 на 280. Станок стал тяжелее и весил 60 кг. И двигатель на 370 Вт. РМЦ 250 мм. Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 150 мм. И над суппортом 90 мм. В эти же годы появляется и модернизированная версия Universal 3M, в которой было инсталировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки. В данной версии двигатель был мощностью 550 Вт, и на 2 кг станок стал тяжелее. Мичуринский завод Progress начинает выпуск в эти же годы практически клона ТШ-3 ТН-1. Внешне очень тяжело отличить от Universal 3 модели, однако отличия все же есть. Например, механизм крепления резцедержки, который является поворотным и дает возможность точения конусов. Есть отличия и в гитаре, но самое главное, станок сравнительно больше и имеет габариты 825 на 410 на 300 и весит 85 кг. RMC 350 мм. У данного станка есть модернизированная версия, собственно, ТН-1М, у которой из визуальных отличий это появление малой продольной подачи. Через несколько лет на Рязанском станкостроительном заводе разрабатывается и выпускается станок ТНП-111. Данный многофункциональный настольный токарно-винторезный станок обладал возможностями как металлообработки, так и широкими возможностями деревообработки, о чем свидетельствует фуговальный вал, находящийся под верхней крышкой передней бабки. Также в комплекте шли различные оснастки для металло- и деревообработки. Как и у первого и у второго универсала, суппорт двигался по двум круглым направляющим. При габаритах в 860 на 485 на 300 станок весил 90 кг, двигатель на 750 Вт. Одним из самых оригинальных, на мой взгляд, является универсальный настольный токарно-фрезерный станок УНС-1 Комсомолец, произведенный в 80-х годах. Очень редкий станок и мало информации. На данном станке регулировалось всё, начиная от передней бабки и заканчивая задней. А на этом всё, спасибо за внимание, всем пока!